Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Чтобы вырастить хороший, богатый и здоровый урожай, невозможно не учитывать те взаимосвязи между живыми организмами, которые находятся в природе. Существует множество факторов, влияющих на высокую продуктивность растений. Один из них – это насекомые, не только вредители, с которыми мы должны бороться, но также и полезные насекомые, которых мы должны всячески привлекать и поддерживать. Взаимосвязи между живыми организмами в природе весьма и весьма многообразны. И насекомые, в том числе насекомые-опылители, являются одним из важнейших факторов увеличения продуктивности как плодовых, так и овощных растений. Вторая половина лета, особенно август месяц, во многих регионах умеренной зоны довольно беден на наличие растений, которые являются источником пыльцы и нектара для опылителей. Давайте познакомимся с вами с некоторыми растениями, которые очень полезны иметь у себя на участке, чтобы привлекать насекомых-опылителей, поддержать их, дать им возможность как следует перезимовать, чтобы весной они принялись за свою работу по опылению наших растений и обеспечению хорошего урожая. Одно из замечательнейших растений, которое знакомо многим с детства, по крайней мере у меня оно точно ассоциируется с детством, поскольку эти растения всегда как-то ассоциировались с детским садом. В детском саду их всегда много выращивали, они неприхотливые, самосевные, весьма декоративные, не требуют богатых почв, напротив требуют бедных, сухих, песчаных почв, иногда они хорошо цветут и растут, не разрастаются, не падают, не полегают. Это конечно же космея. У космеи имеются разные виды, вот это космея однолетник, она цветет как раз во второй половине лета, очень обильно, имеются разнообразные сорта с вот такой разной окраской цветков, бордовой, розовой, белой и всевозможными переходами и переливами. Она является очень хорошим пыльценосом, пыльца является источником питания для медоносной пчелы и других видов пчел. Вот посмотрите, здесь вот внутри цветка очень хорошо видно, как пыльца здесь вот, видите, ссыпается прямо на лепестки. И конечно и шмели, и пчелы любят посещать эти растения, поэтому высевайте их обязательно где-то возле своего дома, где-то на участке, ищите подходящее место, пусть это растение обязательно украшает ваш сад и огород и цветник. Многолетние разновидности космеи, космос его еще называют, обладают чаще всего желтой окраской цветков, но точно так же привлекательны для многих насекомых. Космос очень легко размножается с помощью семян, если он у вас есть или если есть у ваших соседей или знакомых. Вот здесь вот внутри вот таких вот корзиночек образуются семена в большом очень количестве, они сами рассеваются, у них хорошая схожесть, вы можете его размножать как делением куста, так и этими семенами. Цветет он в середине до конца августа, ну где-то в более теплых регионах, если лето теплое пораньше, где-то попозже. Но как бы там ни было, это прекрасное украшение участка второй половины лета и начала осени, видите, еще довольно много здесь бутонов имеется, поэтому он будет долго-долго цвести. Многолетник неприхотливый, также предпочитает сухие, бедные питательными веществами почвы. Именно в этом случае он обладает высокой декоративностью, многим количеством цветков. Цветки не отцветают слишком быстро, он не рыхлый, вот такой вот плотный. Космос серно-желтый, другие виды космоса космеи очень и очень декоративные. Вот здесь вот рядышком еще один вид космоса космеи многолетний, вот с такими листиками, как у укропа. Вот посмотрите, тут вьются всевозможные мушки, не только медоносные пчелы и не только о медоносной пчеле речь, но и о том огромном разнообразии опылителей, насекомых, которые лакомятся нектаром, пыльцой и способствуют повышению устойчивости и продуктивности тех растений, которые мы выращиваем. Рядышком здесь с космосом притаилась рудбекия, имеются разные виды рудбекии. Вот эта рудбекия фульгида, она компактная, гораздо более компактная, чем рудбекия херсута, например, шерстистая. И она тоже очень привлекает пчел, как своим нектаром, так и пыльцой. Пыльца очень важна сейчас для тех насекомых, которые зимуют, которые заготавливают ее, потому что это будет кормом для расплода, потому что это будет хорошим кормом для выращивания личинок, которые дадут тех пчел, которые будут зимовать. Поэтому обеспечение их большим количеством пыльцы и нектара сейчас очень и очень важно. Красавица будлея. Такой вот кустарничек, который в умеренной зоне чаще всего отмерзает до уровня снега. Если его не укрывать, к сожалению, он может на открытых участках вымерзнуть и вовсе. Однако же при должном уходе и правильном расположении в затяжном теплом месте он цветет очень хорошо и очень красиво. Называется он бабочкин куст за то, что он очень привлекателен для бабочек. Однако же и пчелы с удовольствием посещают его с тем, чтобы полакомиться и нектаром, и пыльцой. Очень важное растение для устойчивости вашего сада и для сохранения биоразнообразия на вашем участке. А ведь именно биоразнообразие является основой устойчивости ваших насаждений. Хуже всего, когда в саду имеются большие участки монокультур или одни и те же сорта у всех соседей посажены. В этом случае бороться с болезнями и вредителями очень и очень сложно. В разнообразии вся сила. Весьма интересный многолетничек, который называется физостегия. Цветет он с августа месяца, с конца июля, с начала августа. Вот такими вот, как бы сказать, колосочками таких наперстянкообразных цветов. Очень любят их посещать. Пчелки с большим удовольствием собирают оттуда и нектар, и пыльцу. Она бывает разного цвета. И белая, и более насыщенная лавандового цвета. Вот у меня такая вот бледно-лавандовая, очень-очень красивая. Обязательно заведите себе этот многолетничек. Посадите его. Опять же, не требует ни плодородия почвы высокого, ни прихотливо совершенно. И компактные они разваливаются именно в условиях аскетичного содержания. Нельзя не вспомнить в контексте привлечения насекомых и пылителей, поддержания вообще биоразнообразия насекомых, полезных на вашем участке. О крестоцветных овощных растениях. Вот, например, одна из разновидностей руколы. Она сейчас уже цветет немножечко. И тем самым, конечно, привлекает сюда и пчелок, и всевозможных других насекомых, опылителей. В то же время, дает очень полезную, очень вкусную зелень. Вот у меня такой вот вариант с желтыми цветочками. Ну, есть также вариант и с белыми цветочками. И вот когда она с белыми цветочками, то здесь листья такие более широкие, более мощные. Видите, тут цветочек белый. А если она с желтыми цветочками, то листики такие более разрезные, и у нее более острый вкус. И те, и другие являются уникальными источниками аскорбиновой кислоты и целого большого комплекса биологически активных веществ, очень-очень полезных для здоровья. Хотя кукуруза и не является нектароносным растением, она опыляется ветром, и от нектара она давным-давно избавилась, однако же она является прекрасным источником пыльцы для и медоносных пчел, и других насекомых, которые потребляют пыльцу в пищу. Поэтому обязательно посадите в обязательном порядке, посадите кукурузу, можно сахарную, можно попкорн, можно какую угодно на своем участке, для того, чтобы привлекать этих насекомых и поддерживать их сейчас, когда в дикой природе цветущих растений и массивных зарослей этих растений не так уж и много. Кукуруза даст вам вкусные початки или попкорн, или еще что-то, ради чего вы усадите, может быть декоративные какие-то формы, ну а насекомые обеспечат вам устойчивость вашего сада и огорода. Вот понимаете, переоценить значение цветников разнообразных и обильное разнообразие растений, которые вы высаживаете, овощные, цветочные, всевозможные, его трудно переоценить именно в разнообразии и кроется успех устойчивости садов и огородов без применения химических средств защиты растений. Красавица гортензия также является важным растением для поддержания биоразнообразия насекомых. Здесь просто такая туса самая настоящая вокруг этой гортензии, всевозможных насекомых, вот таких вот необычных, может быть на внешний вид непривычных, но однако же очень важных для биоразнообразия. Очень любят посещать эту гортензию бронзовки, всякие жуки всевозможные. Это все нормально, это все хорошо, это все поддержание устойчивости вашего сада без использования таких жестких средств защиты растений. Очень важным источником питания, нектара, пыльцы для шмелей являются бархатцы. Будет у вас обилие бархатцев, будет у вас обилие шмелей, как следствие будут высокие урожаи томатов. Именно шмели, благодаря их длинным носикам, способны опылять многие растения, которые не опыляются медоносной пчелой. Посмотрите, как шмелек активно трудится, активно старается, активно достает нектар и пыльцу для того, чтобы прокормить свою семью. И точно так же он трудится, даже если вы этого не видите, не замечаете, но все равно он трудится и над опылением ваших томатов. Это важно. Очень важными для поддержания популяции насекомых и пылителей, в том числе медоносной пчелы, являются июльские посевы огурца. Осень у нас иногда выдается довольно теплой, приятной, поэтому даже июльские посевы огурца дают нам все еще хороший урожай. Вот такие вот уже завязи, такие вот огурчики, ну и цветочки, которые являются, конечно же, источником и пыльцы, и нектара для пчелы. Одним из важнейших медоносов в этот период, в середине-конце августа, является ремонтантная малина. Малина и весной является очень важным медоносным растением, привлекающим массу разнообразных насекомых. Благодаря в том числе тому, что дает очень много нектара, вне зависимости от погодных условий. Даже если прохладно, малина не перестает нектароносить и является хорошей поддержкой и для пчел, и других насекомых опылителей. Высаживайте разные сорта малины, и традиционные, и ремонтантные, ну, по крайней мере, для поддержания биоразнообразия на своем участке, пусть в небольшом количестве, но эти растения должны обязательно присутствовать. Однако, безусловным лидером по привлечению насекомых опылителей являются растения семейства губоцветные или шалфейные. Вот это вот и соп. У меня розовый вариант окраски цветков. Чаще всего встречается синий. Предпочитает он, как и другие растения этого семейства, ну, по крайней мере, многие. Действительно аскетичное состояние, местоположение. Это сухие, можно даже каменистые, песчаные почвы с неизбыточным увлажнением. Именно в таких условиях он растет компактный, цветет долго. Цветет он где-то середины июля, вот сейчас уже вторая половина августа, и продолжает цвести. Размножается он очень-очень легко. Конечно, опыляется очень хорошо. Вот так вот срываются цветочки, и можно их подсушить, и вымолачиваются оттуда семена в очень большом количестве. Они и сами оттуда высеваются, и дают обильный самосев. Очень хороша мелиса. Она хоть имеет и невзрачные цветочки, не такие изящные и эффектные, как у и сопа, Однако же они тоже очень хорошо привлекают насекомых опылителей, и медоносную пчелу, и немедоносную. Также она не требует какого-то особого ухода, ни подкормок особых, ни защиты от вредителей болезней. Посадил, забыл, растет и растет. Собирай чай. И соп очень хорош от кашля. Мелиса прекрасное успокоительное средство, спазмолитическое. Конечно, надо иметь эти растения у себя на участке. Цвести будут почти до заморозка. Традиционные и компактные сорта душицы очень хороши. Вот такие компактные золотистые сортовые душицы очень хорошо подойдут и для аптекарского огорода, и для альпийской горки. Можно выращивать более высокие, более дикого типа. Все они хороши и для чая, и для украшения вашего сада. И, конечно же, для привлечения насекомых опылителей. Если с потреблением душицы надо быть довольно осторожным, поскольку чай из душицы повышает кислотность желудочного сока, и тем, у кого есть гастриты с повышенной кислотностью, потребление, частое потребление чаев из душицы нежелательно, то вот котовник, вот этот фасини, фасана, он совершенно безвреден для здоровья. Он очень хорошо влияет на сердечную мышцу, снимая стенокардию, хорошо регулирует работу почек. И растение это цветет. От весны мы знакомились с ним где-то в мае месяце, точно начинал зацветать, если не раньше. И будет свести до самых заморозков. Условия содержания этого растения такие же, как и у других. Аскетичные, сухие, без особых подкормок, без особой, не требуются защиты, нет болезней, нет вредителей. Прекрасный, прекрасный медонос, пыльциноз растения для привлечения всевозможных насекомых. Самым же мощным привлекателем насекомых, опылителей на участок является, конечно же, мята. В этот период она достигает максимума своего цветения. Август месяц это, конечно, время мяты. Чабрецы, тимьяны, лаванда уже в основном отцвели, а вот мята бушует. У меня здесь имеется два вида мяты. Вот такая, с крупными колосками цветков, это мята душистая. И вот такая, более привычная, наверное, с более зелеными, менее опушеными листьями, менее обильным цветением, это мята перечная. У мяты перечной, конечно, аромат листьев гораздо более сильный. Ментола там содержится явно больше. Он такой очень-очень мощный. У мяты душистой аромат более специфический. Однако, и та, и другая мята являются как прекрасным украшением вашего сада, так и обеспечивают разнообразие, биоразнообразие тех организмов, насекомых, которые поселяются в вашем саду. Надо помнить, что мята это отличное лекарственное средство, которое в первую очередь знаменито своим спазмолитическим действием. Не спешите глотать таблетки ножпы от головной боли, от боли в животе. Выпейте крепкий, может быть даже сладкий иногда, чай с мятой или такой, или другой, или еще какими-то видами. Их видов, сортов на самом деле много. И посмотрите, насколько улучшится ваше самочувствие. Обладает она и успокоительным действием, и даже успокаивает сердечную мышцу. Поэтому в неврозах, в каких-то беспокойствах, в каких-то таких вегетативных проявлениях раздражения, когда болит, хватает сердце, рука отнимается и так далее, Используйте чай из мяты, если нравится, с медом, с сахаром. Тем более, видите, она так хорошо привлекает насекомых опылителей. Тут самый настоящий, можно сказать, насекомный базар на этой мяте. Насекомые всевозможные, разные, трудятся, не покладая своих лаптам, хоботков, всего, что у них имеется для этого. Что ж, я посажу вот эту мяту не только вот здесь, в этом своем аптекарском огороде, но обязательно еще и посажу ее под, она, видите, разрослась, под приствольные круги, в приствольных кругах, под крону небольших плодовых деревьев, которые еще не дают тень, поскольку эти растения мята требуют хорошего солнечного освещения. И пусть они там растут, отгоняют своим запахом насекомых-вредителей, оздоравливают вот это место, где растут плодовые растения, под вишни посажу. У них не такая глухая крона, как, например, уже у взрослых яблонь. И какое-то время, лет 5-6, там эти мяты замечательно порастут, обеспечивая и биоразнообразие, и оздоровление пространства в саду, и привлечение насекомых, и все-все-все, о чем я сегодня вам рассказал. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, всего хорошего. Ну и, между прочим, надо не забывать, что вот эта мята, посаженная под кронами плодовых деревьев, по периферии кроны, очень хорошо отпугивает оз, о чем мы с вами поговорим еще на канале Процветок. Читайте нас на страницах журнала Урожайные сотки, смотрите нас на канале Процветок, какие-то подробности, немножко другие сведения дополнительные о том, о чем я вам рассказываю, и на этом канале, ну, а на канале Процветок еще больше. До новых встреч! Обрезали сейчас смородину, как раз тот куст, который был поврежден когда-то, это вирусная инфекция, которую обрабатывали димексидом. И вот, посмотрите, типичное повреждение одной из ветви стеклянницы. Она еще не увяла, еще не до такой сильной степени здесь повреждения. Однако же, ну вот, если вы обрезаете смородину и видите вот такую штуку, то помните, что вам непременно надо проводить профилактические обработки от стеклянницы. Очень подробно об этом написано на страницах журнала Урожайные сотки и есть у нас выпуск на канале Процветок. Полюбопытствуйте для того, чтобы избежать этой проблемы. Продолжение следует...